сегодня проговор поговорим по про бдс м я знаю что задать вопрос на эту тему это как-то странно и стрёмно но некоторые из вас размышляли над этим явлением думали ну а вдруг а вдруг а что вдруг сейчас расскажу подноготную то что под ногтями такое явление как бдс м прежде всего тех кто собирается сходить в этот опыт или на бдс м вечеринку не тут один человек пишет как вы считаете вот если я схожу на эту бдс м он такой скромный осторожный может меня чего-то и произойдет может мне зачем-то это надо что-то хочется я сказал дорогой иди сходи над бдс м теперь давайте разберемся нейро физиологически телесно ориентирована что такое бдс м и так бдс м если вы об этом ничего не знаете таки не надо знать выключите это видео если вы аббревиатуру эту ни разу не пытались расшифровать понять что она значит просто не парьтесь если же вам интересно продолжаем смотреть и так смотрите в каждом человеке существует сексуальный инстинкт это глубинная потребность телесно слиться соединиться в полном доверии с другим человеком и это очень хорошая штука это божий дар но существует определенные социальные правила и приличия и запреты и страхи и травмы которые не дают возможности нашей сексуальности проявиться естественным образом то есть мы застреем между желанием и страхом исполнение этого желания страстью и ответственностью за последствия в том числе и уголовной вот и наша сексуальность в своем большинстве она носит такой подавленный характер у каждого из нас у большинства из нас есть такие грани этой сексуальности такие фетиши которые мы вряд ли рискнем показатели рассказать другому человеку даже того тому которому мы уважаем любим доверяем и даже с которыми идем сексуальную связь но обычно сексуальные связи тела договариваются что им надо маленькие микродвижения между людьми вот между телами они между любящими людьми дают возможность договориться как мы будем это делать если есть любовь то есть слышимость чувствительность даже говорить не надо и если человек чего-то в этой области не хочет то другой партнер это слышит и не настаивает если же любви нет то другой человек просто некая такая повод для индивидуальной сексуальной разрядки если человек который одержим страстью идет туда силы игнорируя потребности партнера то он удовлетворяется но другой другой подавляется этим самым расстраивается и все это заканчивается более тогда никакой любви в этом нет но страсть есть и она присутствует и так в силу того что мы все заблокированы в большинстве своем в своем сексуальном желании мы не знаем и не умеем договариваться большинстве своей собственной сексуальностью мы ее отчуждаем запрессовываем иногда моральными какими-то нормами иногда какими-то правильными как нам кажется установками если нам хочется чего-то такого не общепринятого сексуальность мы не даем возможность этому проявиться подавляем 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 и имеем что мы имеем невроз психоз болезнь психосоматику синдром принцессы или синдром славного парня раскрывается раскрепощается наша сексуальность естественным образом когда мы любим любящий слышит чувствует то чего нравится нам то чего мы хотим и откликается на это всем собой даже без слов вот если вы находитесь любовные связи и чего-то такого экстраординарного хотите любимый человек он естественным образом откликается и делает это подставляется этому потому что он любит и слышит и чувствует вас он считывает на уровне информационного поля вашу потребность и жаждет не то что удовлетворить нет он синхронизируется естественным образом с тем чего желаете вы конечно можно мягко телом руками намекнуть но там в сексуальности с любовью нету насилия нет борьбы там есть даже предугадывание того что желается если же эта штука запрессована то снаружи социальный славный человек который ничего такого не хочет внутри очень много подавленности очень много боли боль вытесняется в подсознание желание потребности сексуального плана вытесняются в подсознание и человек перестает услышать он как бы говорит себе это нельзя это грех особенно касается эти вещи касаются но я опять же подчеркну не общепринятых проявлений сексуальностью отчего такого особенно скажем так особых потребностей почему люди идут в bdsm bdsm что это может дать это может дать вот какой эффект вот какую штуку в процессе ну когда вы приходите или появляетесь в ситуации проявляетесь где предусмотрено привязывание плетки боль какие-то состояния может быть унижение беспомощности вот в этот момент клин клином может вышибиться то есть боль травма унижение которое получено в предыдущих в каком-то предыдущем опыте она ну как сказать может быть выбита похожий или какой-то другой травмирующий тело ситуации ну там где-то да например если вас мама била или например мальчика девочки побили в школе или наоборот человек испытал унижение в семейном насилии вот бабах случается на вы и вы как бы уже на людей противоположного пола смотрите ну как сказать с такой сильной опаской что тело больше не хочет с этим дело иметь вы идете в bdsm treatment в 3 в treatment в такую попытку достучаться до своих глубинных сокровенных сексуальных желаний и всплеск открытости когда искренности когда ваша боль с дофамином и эндорфинами соединится взрыв может произойти и ваша подавленная сексуальность может выйти выскочит наружу и не случайно употребил слово treatment это означает лечение таким образом достучаться до себя вы можете особенно люди с как сказать с подавленной синдром славного парня или синдром принцессы которые не какают вот итак еще нужно сказать о правилах безопасности я знаю что в разных концах земного шара организуются такие вечеринки где люди сначала об этом говорят потом смотрят потом это пробует я ни разу не пробовал на них не был но впечатление по рассказам имея вот такие у меня знакомые друзья и клиент значит смотрите правило безопасности очень важно если вы впервые знакомиться с этим опытом внимательно посмотреть с кем то есть на то что это некое организованное пространство и это прежде всего про самопознание вот такой интересный путь самопознание то есть вы идете туда чтобы лучше допонять себя и до исследовать себя свою травму и вы смотрите что это все ну как бы по-человечески организованно лучше такой опыт не начинать с неизвестным партнерами и в сомнительных пространствах да смотрите на таких вечеринках существует правило безопасности то есть человеку нельзя прикасаться без его согласия как только возникает какая-то то есть слово правило стоп как только человек говорит стоп нужно остановиться непременно вот и прочие вещи я поймите не рекламируете вещь я просто вижу людей которые застряли в своей у которых есть подавленные желания сексуальные но которые застряли в своем как это сказать правильном состоянии и они не могут никто не может их полюбить телесно сексуально если вы гармоничный человек если у вас есть способность во-первых внутренней целостности признание себя изнутри таким какого есть со всеми вашими потребностями сексуальными особенностями если вашей жизни есть любящий человек любящий вас именно не только платонически хотя это двусмысленное слово но и телесно ну зачем вам это я знаю вот в некоторых случаях вот кстати есть хороший фильм про любовь там анна михалкова снимается еще другие актеры там некоторые супруги которые застряли в то есть у которых уже охлаждены семейные сексуальные отношения и семейные уже на грани развала иногда пробует свинг вечеринки иногда пробует бдсм вечеринки раньше я как-то очень критично к этому относился но положено мне было так по работе а сейчас как-то с пониманием нейрофизиологии этих процессов и желанию достучаться до себя и выбить клин клина послушайте это мои рассуждения на эту тему по причине вопрошения одного моего друга а как это все практически нужно ли вам стоит ли осуществлять решать вам очень важное послание хочу сейчас сказать если вы надолго застряли вы одиночестве в холодных отношениях без любви которая проявляется телесно если у вас нету на это одиночество жестких религиозных или моральных оснований то есть любви и секса в любви выраженной сексуальность сексуально все-таки хочется пережить испытать не сидите там внутри своей фрустрированности пробуйте исследуйте разное постигайте каким угодно образом свою биологическую природу попробуйте да понять ваше внутреннее животное и дать ему возможность из клетки ваших моральных устоев и социальных ограничений выйти на свободу ну как говорят таким слов в таком случае кто досмотрел это видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто получил пользу и некоторые облегчение своих моральных страданий после этого видео напишите мне или поставьте какой-нибудь коммент я разговариваю здесь с вами как исследователь консультант в чем-то душепопечитель в чем-то психотерапевт не имеющий формального образования вот я просто говорю идите любите пробуйте живите и особо не загоняйтесь эксперимент терапевтируйтесь жизни живем один раз мы ж русские люди индусы пусть перевоплощаются а мы берем от жизни по полной ну поймите я не за то чтобы все пробовать и за то чтобы все исследовать у исследователя всегда есть за спиной пол шага назад чтобы шагнуть выйти из исследований если она ну окажется как это сказать сложным или тем что для вас силу тех или иных причин неприемочку да нет не ходил я ни в какие бдсм вечеринки меня спросили просто ну чё вы так думаете а я не пропагандист я исследовать все пока моралисты